Карантинные меры, которые были приняты у нас в стране, они были очень жесткими. Они дали очень большой удар на экономику нашей страны, но они привели к тому, что на данный момент у нас всего лишь 12 тысяч заболевших по статистике на сегодняшний день, а не 100 тысяч. Если мы проведем аналогию со странами, где карантин не был наложен вообще, либо был наложен в более мягких формах, мы видим тысячи смертей и десятки тысяч заболевших. Там статистика намного печальнее. У нас жесткий карантин и постепенный выход из этого карантина. Карантинные меры будут постепенно смягчаться и 11 мая у нас будет наблюдаться первое смягчение. Зачем мы это делаем? Мы с помощью этого добиваемся того, чтобы люди не сразу же вышли на улицу, что обеспечит нам большой всплеск заболеваемости и к концу года мы будем ожидать около 120 тысяч смертей. Мы добьемся того, чтобы постепенно ослаблять меры и это будет приводить к тому, что люди будут медленнее поступать в больницу, медики будут успевать справляться со всем наплывом людей. Украине удалось избежать пикового сценария инфицирования COVID-19. Это связано тоже с двумя факторами. Первый фактор это то, что люди были посажены на жесткий карантин, а второй фактор это, конечно же, работа наших медиков, которые, несмотря на те условия и отсутствие иногда защитных костюмов и несостоятельной аппаратуры, они все же смогли исправиться и погасить данную эпидемию.